приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вспоминаем мы вместе с вами преподобного максима грека святого который вот в истории русской православной церкви он занимает совершенно исключительное место причем он его память она и в соборе афонских святых и в соборе московских святых и соборе радонежских святых и соборе тверских святых да вот такое почитание конечно он был по национальности греком но просиял святостью именно в россии куда его пригласили в связи с его ученостью ну собственно за ученость он и свою и пострадал так сказать сюда его пригласили но здесь же его и умучили слава богу не до смерти вот к сожалению таков крест и исповедников веры христовой да и тех кто обладает слишком большой ученостью и те кто вот ну не дотягивают до этой учености они не очень понимают вот но зато за счет этих скорбей он и возрос в удивительного такого старца духоносного святого человека и поэтому он и покровитель образованных людей он и покровитель тех кто страдает страдает несправедливо вот кстати на иконах он весьма узнаваем и его образ он как его пишет с такой очень широкой бородой который вот и при плечи немножко закрывает и всю грудь потому что он действительно обладал такой очень пышной бородой и потом впоследствии уже в 1996 году когда обретали его мощи то вот тоже эти признаки указали что это именно погребен преподобный максим грек да ну и что же мы о нем знаем он родился в 1470 году город арта западная греция и родители его были благочестивые отец мануил мама ирина очень мало на самом деле сведений вот так вот по крупицам они собираются и мы видим что родители были благочестивыми но также и состоятельными потому что они могли вот дать ребенку своему хорошее образование да а кстати вот звали его с рождения звали михаил а фамилия триволис ну или триволис вот как в некоторых источниках это обнаруживается нам привычнее говорить триволис михаил триволис и братья сестры ну мы надо прямо говорить что он прошел такой очень путь очень серьезных жизненных исканий интеллектуальных исканий таких вот метаний но он обладал вот этим даром от бога то есть очень таким тонким пытливым умом способности к образованию и такие люди они всегда проходят через вот такие ну метание что ли баре не внутренне такой вот личный поиск испытывают одно учение второе учение и известно даже что в юности еще будучи молодым михаил триволис он даже пытался себя вот испытать немножко на такой вот политической арене он поехал на остров корфу и там пытался баллотироваться в большой совет города да то есть ну вот выбранные люди которые отвечают за устроение дел и слава богу он не прошел он не был принят в большой совет на острове корфу и за счет этого как ну как господь его отвел от ненужной вот этой до политической такой ну линии жизни потому что там конечно же есть клоки интриги и всякая грызня ненужная что не очень способствует духовной жизни и вот после этого он посвящает себя конечно образованию а родом то с греции да но что это за время это вторая половина 15 века и греция она вся вот под властью турок мусульман и когда в 1453 году турки завладели константинополем то конечно был огромный отток образованных греков на запад ну конечно на западе там жили католики но а куда спасаться то есть или под властью турки это было деспотии конечно уже не столько константинополь сколько стамбул да вы турецкий султан некоторых греков он образованы кстати он привлекал на свою службу мехмет второй который захватил кого-то ну все равно очень тяжело было потому что греки они не были равноправными с турками и кроме того до этого до этого и сами католики надо сказать они наносили удары по константинополю когда во время одного из крестовых походов в 1204 году захватили константинополь огромные библиотеки вывозили на запад там вот несколько десятилетий под властью многострадальный константинополь значит под властью католиков был несколько десятилетий вывозили святыни вывозили иконы конечно сокровища мы даже не говорим драгоценности вывозили но и многие книги и из-за этого западные христиане они вдруг постали знакомиться с греческими книгами но через эти греческие книги они познакомились не со святыми отцами греками василием великим григорием богословом и анном златоустом другими они стали обращать внимание на античных философов платона аристотеля на языческую греческую мифологию и так далее вот так вот начинается гуманизм а ну сначала ренессанс вот это возрождение в европе через знакомство с произведениями греческой культуры которые стали вывозить с 13 века на запад а потом вот этот ренессанс он привел и гуманизму что так сказать вот человек человеку бог есть такое было выражение человека божия да то есть достоинство человека вот самого по себе и потихонечку вот человек как в центре мира он начинал так сказать вот отрываться уже от божественного откровения от того что господь над всем и в центре мира сам бог да в центре всех смыслов мира и вот эта эпоха она царила в то время вторая половина 15 века но собственно в греции тяжело было получить высшее образование и вот михаил триволис едет именно на запад в поисках образования венеция падая милан феррара и конечно флоренция вот те города которые он посещал и черпал оттуда образование и больше всего это конечно флоренция в то время флоренцию называли вторыми афинами потому что там больше всего было собрание греческих книг и их город был наполнен греками которые как раз приезжали изучали и зачастую профессора тоже были греки но при этом а что там изучали такую классическую филологию то есть это надо понять что будущий преподобный максим грек он прошел вот ну такой особый путь вот исканий и он получил лучшее образование того времени классическая филология то есть изучение древнегреческой письменности история литература конечно знание языков и конечно же греческая философия в основе которой платон и аристотель и конечно понимаете вот когда это преподают не очень в общем-то одухотворенные люди то любой молодой человек он начинает пропитываться тоже вот какими-то более мирскими идеями и может быть даже вольнодумством и вот значит будущий преподобный максим грек тогда еще михаил треволис он тоже напитывался этим и впоследствии он писал что вот в таком образовании там даже как получалось что никакой догмат уже не признавался достоверным не божественный нечеловеческий догмат если он не аргументировался силогизмами аристотеля то есть больше такой вот рационализм а из рационализма рождался скептицизм и этому что способствовало а то что в то время в италии римским папы был самый худший папа александр 6 бордже который будучи так сказать вот папой да он при этом стал папой в прямом смысле то есть родителям там пяти или шести незаконных вот детей ну потому что понятно он же посвятил себя священному служению но при этом от него рождались вот дети он вел в общем-то такой развратный образ жизни и конечно это не располагало людей к посещению храмов и так как сама церковь католическая она не показывала образца то вот преуспевали гуманисты и михаил треволис он даже некоторое время он был секретарем у одного там видного лица а тот человек являлся племянником знаменитого гуманиста джованни пико миранделла то есть вот был такой как бы олицетворение гуманизма того времени да то есть вот человек достоинство человека права людей до гармония человеческого общества но при этом вера в бога она как бы оттеснялась в сторону и конечно потихоньку михаила треволиса начинала затягивать туда в ту сторону а при этом что получалось люди не верили в божий промысл но при этом считали что судьбами людей руководят звезды то есть вот процветала астрологии всякие суеверия и с другой стороны вот этот рациональный скептицизм и тут вдруг неожиданно для себя михаил треволис встречает совершенно уникальное явление такого пламенного проповедника конечно он тоже был католиком но представьте что молодой вот этот юноша который учится значит вот этих гуманистических университетах и вдруг он слышит вот этого пламенного проповедника имя его ироним саванарола и надо сказать что он действительно произвел огромное такое впечатление почему потому что ироним саванарола выступил как обличитель вот современных пороков и как исповедник веры вот в иисуса христа евангельских добродетелей и впоследствии преподобный максим грек вспоминал что саванарола он ополчился против двух основных пороков царивших во флоренции но не только там а вообще в западном конечно же мире а что это были за два таких страшных порока это содомитство и ростовщичество ну первое понятно а второе это конечно взиманиях таких вот ну когда берутся подаются деньги как бы взаймы да а обратно берется с непомерными процентами что-то там до 33 процентов что ли доходило и вот саванарола он выступает как пламенный проповедник как знаете такой пророк обличитель для западного общества и настолько вот он обладал такой вот харизмой что его вдруг действительно начинают слушать и слушали его по два часа и даже больше когда он проповедовал экспромтом неимоверные такие импровизации и вдруг начались действительно удивительные перемены в городе что люди должны ну допустим вот богатые женщины стали снимать себя дорогие украшения в поначалу они перестали в богатых нарядах приходить в храмы потом они начали вообще расставаться слишком такими броскими яркими украшениями потом значит он ополчился вообще против дорогих одежд потом против других там пороков допустим когда начинались какие-то карнавалы маскарады то именно на это время вот когда назначены мирские празднования карнавал маскарад именно на это время ироним саванарола назначал произнесение своей проповеди и произошло чудо люди люди вместо маскарадов спешили послушать проповедь иронима саванарола потому что он просто вот как такой как ну своего рода златоуст конечно не во святых отцах но очень красноречивые и сердца людей откликались и он конечно же привлек внимание молодого михаила триволеса и тот с восхищением слушал ну представляете вокруг там мертвая какая-то вот скучно схолостичная такая вот церковность западного католического мира или вот этот скептицизм якобы образованных людей а тут вдруг и образованный и прекрасный такой проповедник и это произвело огромное впечатление на михаила триволеса он слушал и вот конечно какие-то духовные ценности в нем стали возрождаться но и ироним саванарола он конечно доходил немножко до таких вот крайностей он например организовывал отряд мальчиков которые бегали по городу и если видели что кто-то вот слишком предан роскоши то они хватали там вот эти дорогие украшения значит или врывались даже в дома видели что духи стоят у дамы какой-нибудь они этот флакон с духами схватывали убегали значит и потом ироним саванарола он устраивал так называемый костры тщеславия то есть собирали вот эти значит там всякие драгоценности украшения дорогие духи мирские книги картины на светские содержания и все это тщеславия предавалось сожжению вот он костер тщеславия и даже художник знаменитый потечели он настолько был тоже покорен проповедью иронима саванарола что сам решил сжигать свои картины но слава богу не все сжег кое-что нам осталось да и конечно же вот да и ироним саванарола он стал своего рода неформальным правителем флоренции а так как его проповедь она в конечном итоге стала бичевать пороки вышестоящих и даже самого папы римского ну вспомним вот этот развратный бордже да александр шестой от которого там рождались дети то понятно что все это не понравилось и в конечном итоге ироним саванарола был осужден и приговорен к смерти и значит вот его с двумя его ближайшими помощниками их повесили а под ними еще разожгли и костры и вот такая вот смерть она тоже как-то вот повлияло на ира на михаила триволиса то есть получается что даже есть по если появляется какой-то вдохновенный такой человек который пытается сделать жизнь людей более гармоничной ведь там да уже понимаете на улицах не мирские песни пели а пели псалмы да и ироним саванарола он старался чтобы богаты делились с бедными чтобы там и влиял даже на на налоги там очень в общем на систему такую управление людей и оказывается все это рушится все это рушится и вот он этот проповедник казнен и видимо это тоже как-то вот повлияло на пересмотр ценности но после этого мы узнаем вдруг что михаил триволис уходит в католический монастырь как раз вот в тот флорентийский монастырь где саванарола и был до своей смерти игуменом и вот он после его смерти уходит туда и два года там находится и видимо там тоже идет какое-то вот переосмысление потому что он все-таки расстается он не принимает католицизм он просто вас жил там ну видимо как послушник и судя по тому что как впоследствии он обличал католичество он все-таки не принимал католических догматов а просто сам пример пламенного проповедника повлиял на него и кстати впоследствии преподобный максим грек сам как раз и выступил таким вот пламенным обличителем как бы пророк который обличает пороки современных ему людей и не боялся тоже обличать вышестоящих в общем за это он и сам впоследствии и поплатился и вот видимо переосмыслив все наблюдаемое и оценив свой опыт пребывания в католическом монастыре михаил треволис бросает все это расстается с вот этой гуманистической средой западного мира а он не становит он мог бы стать понимаете профессором и на очень высоком уровне преподавать он мог бы стать одним из ведущих гуманистов того времени как вот тот пика джованни пика дэла миранда ла или прочие там гуманисты но он отказывается от этого расстается с миром и едет на афон и приезжая на фон он поселяется в отопецкой обители и надо сказать что конечно афон он составлял собой такой вот центр как бы светоч православия православной духовной жизни и конечно просвещение потому что на фоне тоже было собрано очень много книг и в библиотеке в отопецкого монастыря огромное собрание греческих рукописей и максим грек вот он там конечно принимает постриг монашеский вот там уже имя его максим и он посвящает себя изучению и уже напитывает себя святыми отцами греческими святыми отцами да впоследствии он говорил что вот особенно он любил читать преподобного иоанна дамаскина как лучшего учителя богословия и философии то есть если находясь в италии он там напитывался как бы той вот философии то тут он видит что именно святые отцы являются подлинными богословами и подлинными философами и вот так преподобный максим грек становится просвещенным и в духовном смысле и немножко вот что мы также знаем что ему стали поручать вот выезжать на из сафона для сбора пожертвований для афонских монахов ну надо понять что турки конечно они накладывали очень жесткие такие налоги и со временем даже было выработано такое правило что те кто проживает на горе афон они должны платить налоги за то что они там находятся но и вроде как бы их не трогают эти вот монастыри а они же ничего там не продают да они не не занимаются бизнесом и конечно нужна была поддержка со стороны мирян и вот прежде всего максим грек он посещал греческие острова его сопровождали еще там двое монахов да и как он впоследствии сам говорил что там он не просто собирал милостыню а он проповедовал он просвещал людей его там его становление уже как такого ну проповедника просветители людей а эти греческие острова они были под властью венецианцев а венецианцы это католики соответственно среди греков ходили католические миссионеры и вот тут уже преподобный максим грек он выступает как защитник православной веры как полемист который значит полемизирует с католическими миссионерами и он устраивал диспуты а поскольку он будучи в италии прекрасно овладел латинским языком то есть знал он греческий тоже в совершенстве древнегреческий в совершенстве знал то он знал конечно же письменность и латинскую и греческую и соответственно он превосходил в полемике этих простых вот католических миссионеров побеждал их публично и защищал православную веру да а поскольку ну мы видим что вот это послушание он собирал средства для афонского монастыря то мы видим что ему доверяли афонские монахи да и очень ну возлагали на него тоже вот много таких вот надежд и дальше происходит такой решительный поворот событие которое поменяло полностью жизнь преподобного максима потому что он-то хотел навсегда остаться в афонской обители он очень любил да вот надо сказать что значит он когда на западе жил да то ну где-то вот лет десять-двенадцать там провел и на афоне тоже где-то вот так вот лет десять-двенадцать он проходил становление причем и сейчас те монахи которые живут на афоне или проходили какое-то послушание или временно находились они говорят что сам ритм афонскому нас монастырской жизнью он так построен что само время там проведенное она уже тебя вот духовно напитывает и ты духовно возрастаешь вот по мере самого времени который ты там провел поэтому когда на афоне вот ну скажем идут прикладываться к креста ко кресту да к святыням каким-то или вот к причастию святых тайн подходит то они идут по старшинству а старше это кто это те кто раньше пришел в монастырь вот они считаются старшим даже неважно что если ты иеромонах там архимандрит а какой-нибудь простой монах он раньше тебя пришел и поэтому он старший он считается в духовном смысле старше почему потому что каждый день выстроен по такому духовному ритму такие молитвенные правила значит откровение помыслов вот послушание старцам что каждый день это как новый шаг на путь на пути духовной жизни и сама вот жизнь на афоне самого время проведенное она тебя уже вот продвигает духовно вперед вот как такой большой напор воды который ну вот хочешь ты не хочешь у тебя будет выталкивать вперед и вот преподобный максим он прошел вот где-то вот лет 10-12 такое становление и он хотел там и дальше пребывать и вдруг приходит от русского великого князя василия иоанновича третьего ну во-первых пожертвование конечно в отопецкому монастырю и огромная просьба чтобы прислали монаха но не дними максима упомянут другой престарелый монах савва которые о котором отзывались как о очень хорошем переводчики и значит вот его просили прислать в москву чтобы он перевел толковую псалтырь а дело в том что у василия третьего у него от мамы софи пио палеолог да не только от нее но и от многих вот предшествующих тоже вот и правителей там и от приезжавших греков и вообще исторически так сложилось что была огромная собрана библиотека греческих книг а греческим языком ну не так особо владели были конечно те кто знали могли общаться читать книги но чтобы переводить профессионально для этого нужен специалист и такого специалиста на тот момент в москве не было и знали что в отопецком монастыре живет вот такой монах савва но руководство афона ответили что вот савва он престарелый очень монах да и смысла его направлять нет зато есть другой еще вот в общем то ну в расцвете сил молодой такой монах максим который обучен прекрасный может переводить правда была такая особенность что он не знал совершенно русского языка не русского не церковнославянского но и что же вот из этого значит афонские руководители они о максиме написали надеемся я к и русскому языку борзона выкнет то есть достаточно быстро овладеет русским языком ну и мол там справиться как-нибудь уж разберется раз он такой способный к изучению языков и вот его не знающего русского языка кстати за этого потом и возникли тоже вот некоторые существенные проблемы и обвинения его направляют с ним два тоже ну как бы помощника один знал болгарский язык там другой там еще как-то чтобы они как бы помогали ему изучать русский язык и по пути начали он у константинопольского патриарха тот видимо снабдил какими-то вот тоже поручениями советами потом через крым и вот удалось приехать достаточно долго длилось вот это путешествие и прибывает он это 1518 год надо сказать что великий князь василий 3 он с огромной почестью принял вот это все посольство до разместил их в чудовом монастыре и для трапезы от царской кухни каждый день посылал им угощения то есть к такое вот внимание у него вот у максима значит свой два помощника плюс еще дали двух каллиграфов инока силуана и строится сергиевой обители и он затем стал таким горячим последователем преподобного максима и михаила медоварцева и вот сразу же преподобный максим поскольку возложили эту работу на него поручение он тут же приступил да он конечно конечно русский язык он пока добирался он там мог изучать но для перевода это было недостаточно понимаете и сам перевод пусть не покажется вам странным он совершался следующим образом что преподобный максим с греческого переводил на латинский язык и уже вот помощники его они с латинского переводили на русский язык то есть вот таким образом опосредованный был перевод да и трудились трудились а почему именно василий 3 вот она псалтырь да потому что псалтырь это была такая вот считалась как ключевая книга она и в образовании была такой основополагающий как образование у нас совершала сначала часослов изучали потом псалтырь потом уже апостол ну и дальше там вот какие-то помимо грамматики да то есть в основе образования были богослужебные церковные книги и а то псалтырь она нуждалась в толкованиях и вот была огромная книга такая толковый псалтырь там полторы тысячи листов было в этой книге толковалась она святыми отцами церковными учителями это собрано было и преподобный максим все это вот переводил с помощью своих помощников и трудился год и пять месяцев и вот за это время в общем-то удалось им выполнить свой труд предложили значит великому князю он невероятно обрадовался и преподобный максим говорит ну вот мы выполнили для этого же нас приглашали вот просим отпусти нас а ему говорят и нет вот как карамзин писал об этом что образованным иностранцам легче было приехать в россию нежели выехать из нее и в общем то могли отпустить а могли не отпустить и никто на это повлиять не мог и отпускают помощников его двух вот с которыми он приехал а самого его оставляют и тут как раз вот василий трети предлагает ему но новое такое вот задание все это как и конечно вот в итоге обернулась скорбной такой участью преподобного максима он сказал ему значит преподобному максиму чтобы он просмотрел богослужебные книги вот как раз часа слов начал даже с цветной триоди потом это апостол богослужебные евангелия псалтырь но уже не толковая которая за богослужением употребляется и дело в чем дело в том что уже до этого василию третью некоторые греки жаловались что в русских переводах вкрались ошибки ошибки действительно появлялись из-за чего из-за того что ну во-первых когда-то вот кто-то переводил да и может быть где-то вот не точно перевел во-вторых книги то были рукописные проходит там лет пятьдесят вот переписывают да но им не только лет пятьдесят старались все время переписывать и переводчик когда он много-много пишет это переписчик он когда он много-много пишет у него строки и там слова могли сливаться в глазах и он путал слова и так вкрадывались неточности вот эти ошибки переписчиков и к великому сожалению в некоторых богослужебных текстах там значит вкрались такие вот погрешности которые уже вот ну в общем немножко походили на какие-то еретические высказывания и конечно василий третий очень прогневался на тех греков и в общем какой был основной аргумент и у василия третьего и у ряда других значит наших соотечественников такого времени что ведь при этих книгах прославились святые чудотворцы московские там и святители там пётр алексий там и он и прочее и прочие преподобные которые отмолились при этих книгах как же они будучи святыми чудотворцами могли могли бы в молиться по неправильным книгам но дело-то в чем книги не были неправильными а были отдельные выражения которые ну немножко вот искажали смысл а понимаете в то время книга считалась как настолько вот редкостью до что она воспринималась как святыни поэтому значит вот вдруг говорят что ваши святыни там кое-где вообще не правомыслив вкралась в отдельных выражениях и за это вот были споры и но на всякий случай вот князь он поручил преподобному максиму разобраться выявить какие-то неточности и он думал что они там просто какого-то характера и святой максим приступил и вдруг оказалось что действительно кое-где это очень существенные такие вот ошибки которые нуждаются в исправлении и из-за этого великий князь уже вот не так вот милостиво стал смотреть на преподобного максима а преподобный максиму он очень прямо говорил ну вы может быть само воспитание его на западе где там вот эти эти свободолюбивые вот эти гуманисты которые вот прямо говорили значит права человека и все прочее а россия это все-таки не европа да и поэтому здесь все было достаточно жестко и хотя преподобный максим он приехал с греции завоеванный турками у турок там очень жесткая деспотия была но он все-таки жил на афоне где более свободное было существование и поэтому он свободно говорил про эти ошибки про их недопустимость и его тут вот уже пошло некоторое недопонимание особенно ряд людей они стали как говорить что вот преподобный максим значит портит своими исправлениями нашими книгами книгами и он и вообще их не исправляет а искажает и вот так вот начинались уже некоторые такие трени но преподобный максим он что ему поручили он делает выполняет свое послушание и при этом действительно он нас начинает уже выступать как проповедник как просветитель а с чего это началось вот жил один немец доктор его так и звали николай немчин и вот этот николай немчин вдруг стал высказывать что неважно католики или православные там и там одна и та же самая вера ну просто вот разные высказывания выражения а верим мы на самом деле одинаково и поэтому надо бы нам прийти к соединению церквей вот такой николай немчин который экуменист шестнадцатого века так сказать вот первой половины начала шестнадцатого века и когда об этом сказали преподобному максиму греку то он стал полемизировать писать трактаты где он как раз вот обличает католичество хотя он учился там да но поэтому он и знал изнутри что такое католицизм и он пишет такие вот полемические трактаты где говорит что невозможно соединиться с католиками потому что у них искажен догмата святой троицы ведь у них учение ну так называемой филиоквы о том что святой дух исходит не только от отца но и от сына и они вот это внесли даже в символ веры мы говорим что и в духа святаго господа животворящего и же от отца исходящего они говорят а и же от отца и сына исходящего и в таким образом искажает учение самого христа который говорил что вот утешитель дух святой который от отца исходит да и поэтому преподобный максим он так вот писал на эти богословские темы что только когда они исправят вот это лжеучение откажутся от филиоква когда откажутся от опресника в евхаристии когда там другие догматы учения очистилище и прочее вот только тогда они могут воссоединиться с православием и у преподобный максим он очень так вот прямо и очень строго обличал и было за что обличать ну например все стали вдруг ожидать что в 1524 году наступит второй всемирный потоп а с чего началось а началось с того что перевели венецианский альманах на русский язык и там были изложены астрологические предсказания такие вот аргументированные такие мистические как бы откровения о том что но там как получилось что значит астрологи понаблюдали что царские планеты юпитер сатурн марс они в 1524 году вступят в созвездие рыбы да а это же царские планеты и вдруг созвездие рыбы а раз рыбы значит что ну значит потоп само собой очевидно вот и когда изложили и это у нас перевели то люди-то суеверные доверчивые и это подхватили понесли все об этом говорили что вот потоп да и в европе была паника кстати и преподобный максим грек он стал тоже писать трактаты как же выговорит веруете во христа иисуса господа нашего и отвергли слова господа а доверились какому-то злочистивому альманаху и приняли слово там о потопе ведь господь уже через но я открыл уже вот это помните радуга как символ того что не будет больше потопа и господь открыл что уже не будет наводить на всю землю вот потоп чтобы все погибло и и дальше он обличает вообще в целом астрологию что получается что светила там управляют якобы судьбам люди нет жизнь человека в руках божьих и он говорит так что светила они на что влияет они влияют на жар или на холод ну погодные условия на планете а на волю человеческую они никак не влияют и поэтому господь иисус христос говорил что вот кто хочет тот возьми кресло и следуй за мной то есть он сказал что кто хочет то есть обращение к свободной воле человеческой и это значит что не звездами управляются судьбы людей а наши вот свободной воли как мы выбираем сами и конечно же промыслом божием вот так братья сестры преподобный максим грек старался просвещать людей и обличал всевозможные суеверия и надо сказать что дело это он достаточно это прямо красноречиво и ну изобличал конечно вот те некоторые недостатки русской жизни которые царили обряда вере скажем так обряда вере приверженность вот к внешнему исполнению каких-то обрядов с некоторым пренебрежением к внутреннему и из-за этого ну не все как бы его понимали а кроме того получилось что что вот он же все таки образованный человек и поэтому к нему стали тянуться те которые тоже искали вот образование каких-то высоких таких философских бесед и соответственно вокруг преподобного максима стал складываться некоторый такой кружок и вот люди слишком образованные они могут беседовать на очень такие вот вольные темы ну скажем так вот оценивать политику государя да вот как он что делает и как лучше бы это было вот там исправлять как лучше поступать и соответственно это очень опасно потому что могут обратить против тебя то есть и вы просто обсуждали да а вы что вообще хотите так сказать не не сложить что ли государя а это уже совершенно другое дело но в этом тебя могут обвинить и вот некоторый такой круг лиц сложился это дипломат иван берсень беклемишев который часто посещал преподобного максима грека да потом такой крестовый диак федор жариной ну диаки они это низшие такие чины в боярской думе в данном случае они заведовали некоторыми приказами и соответственно они высказывали некоторые такие вот но критические мысли в отношении государя и потом все это конечно же обернулась против них всех вот но кроме того преподобный максим грек он старался принимать участие в любой фактически полемики того времени а что очень обсуждалось это например такой был спор и осифлян и нестяжатели конечно во главе каждого вот этого направления стоял святой человек надо сказать я сифляне это последователи преподобного иосифа волоцкого это очень такой вот хорошо организованный монастырь иосифа волоколамский монастырь где очень четко была поставлена монашеская жизнь твердо распределялись послушания и при этом преподобный иосиф волоцкий он считал что обязательно все-таки вот монастыри должны ну обладайте некоторым таким вот ну некоторой такой внешней устойчивостью и он ратовал за то что в принципе не он ратовал а сами князья сами князья потом и цари они жертвовали вотчины монастыря вотчины то есть земли они жертвовали крестьянские поселения и были именно монастырьские крестьяне которые трудились на монастыре да какие-то вот приношения соответственно ну как бы налоги да с монастыря с крестьянских вот этих там полей уделялись монастырю а за счет этого обители жили но соответственно и монахи должны были следить за как ведутся работы, за своими вотчинами. Ну и как еще аргументировали представители вот этой линии преподобной Иосифа Володского, что такие монастыри, они привлекают и бояр постригаться в монахи. А если не будут постригаться бояре в монахи, то кого тогда выбирать епископами? Ну, нам сейчас немножко это смешно так слышать, но дело в том, что ведь епископы, они входили в взаимодействие с высокими мира сего, с боярами, князьями. И если они, так сказать, из их среды, то их и лучше слышат. Ну, было вот одно такое направление. А второе направление – это преподобного Нила Сорского, которое, собственно, сохраняет основное ядро святых отцов-аскетов, которые уходили в пустыне, отрекались от мира, такие, как вот преподобный Антоний Великий, там, самосвященный, там и прочие. У монастырей которых, конечно же, не было никаких вотчин, и это такая вот пустынческая, очень высокоаскетичная жизнь, которую, к сожалению, не каждый может понести. Вот в чем дело. Она идеальная такая, святая жизнь, святых отцов, всецело посвятивших себя Богу, но не каждый может ее понести. И вот был такой вот спор между представителями этих двух направлений. И когда преподобный Максим Грек приехал, то он, естественно, поддержал направление нестяжателей. И он говорил, что владеть вотчинами монастырям – это дело духовно опасное, потому что тогда монахи могут впадать в искушение сребролюбием. Ну, ведь надо вести какой-то учет, сколько поступает от вотчин, там записывать, погружаться в это мирское. И это все вот отвлекает от молитвы. А как же тогда средства приобретать? И преподобный Максим Грек, он, отталкиваясь вот от традиции своего, ватапецкого, на фоне монастыря, он говорил, что надо пользоваться только вот пожертвованиями и собирать вот милостыню. То есть задача монахов – их вот молиться, пребывать в молении, молиться также вот за мирян, поминать тех, о ком просят молиться миряне, и пребывать вот в своем честном труде, но также и просвещать мирян, то есть нести просвещение. А миряне уже будут поддерживать милостыни, пожертвованиями. Вот, и он активно писал об этом, и, соответственно, представители иосифлянской линии, они не взлюбили преподобного Максима Грека, и вот так вот некоторое недовольство росло, но оно не могло выплеснуться наружу, потому что преподобного Максима Грека поддерживал сам великий князь Василий III, но поддерживал он до поры, до времени. А получилось-то что, братья и сестры? Получилось то, что, ну, конечно, это человеческая такая ситуация, что у великого князя Василия Иоанновича III, у него 20 лет не было детей, вот он в браке Соломонии с Абуровой, да, а детей нет, и ему надо что-то вот решать, и поэтому, а как решать? Тогда ведь вся жизнь, и государственная, значит, и общественная, она строго подчинялась, она, ну, неразрывной была церковной жизнью, и вот князь задумал развести со своей супругой, а законы они не позволяют, ведь сам Господь Иисус Христос говорит, что не подобает разводиться с женой, разве только вины и прелюбодеяния, да, и тот, кто разведется со своей супругой, тот прелюбодействует, а тут представьте себе, что никто, значит, никому не разрешается разводиться, и вдруг правитель разведется, это сразу становится примером для всех остальных, что вот так вот можно поступать, а князю надо оставить потомство, то есть это тоже ведь как бы династия и так далее, поэтому он в сложной ситуации, его по-человечески тоже можно понять, и вот из-за таких, ну, из-за такой неясности, ну, хотя на самом деле надо просто довериться Господу, и молиться, но он на самом деле и молился, и вот как раз на Афонске, в Афонске монастыре тогда он пожертвование, почему присылал? Чтобы молились о рождении детей, а они не рождаются и не рождаются, и, значит, что, решил он все-таки развестись и жениться, и вот, значит, Боярская дума уже вот угудит, все обсуждают, как быть, а митрополит Варлаам, который как раз поддерживал преподобного Максима, он выступил против, против, что нет, вот мы не можем это благословить, это противно заповедям Христовым, противно церковным становлениям, и преподобный Максим Грек пишет, пишет великому князю послание, в котором говорит, что правителю не подобает уступать животным желаниям, и он говорит так, что, а тот, кто уступает страсти, тот уже не подобен небесному владыке, а становится человекообразным подобием бессловесного естества, вот представляете, вот такое написать правителю, что ты там человекообразное подобие бессловесного существа, раз ты вот хочешь развестись, ну а тот может быть не ради страсти, а ради, значит, продолжения рода, но своим поступком он даст повод подчиненным поступать так, а те уже не обязательно ради продолжения рода, а уже вот могут по страсти разводиться и угождать там свои вот эти низменные какой-то, ну, страстности, греховности, поэтому ситуация сложная, и преподобный Максим, грек, он как вот, ну, видел вот это, он так и пишет, и, соответственно, великий князь уже теряет расположение к преподобному Максиму, и великий князь начинает устранять тех, кто был против него. Митрополита Варлама всылают, на его место избирают митрополита Даниила, который тут же решил поддержать великого князя в его решении, ну и, соответственно, как бы содействовать ему в этом. Вот, а, кстати, митрополит Даниил, он был именно ученик преподобного Иосифа Володского, но тот-то прославлен в лике святых, я думаю, тот тоже бы не одобрил великого князя, а этот вот он все-таки не прославлен в лике святых, да, и он представитель вот этой линии Иосифлян, и он уже не любил преподобного Максима Грека, а еще он попросил, что, ну вот ты ученый человек, переведи одну книгу блаженного Феодорита Кирского, «Историю церкви». А преподобный Максим отказал. А отказал почему? Потому что в той церковной истории там приводились, цитировались письма Ария и Нестория, то есть еретиков цитировались, и преподобный Максим пишет, что это не полезно будет читать вот простым людям, а не это как повод им для тоже еретического такого вот искушения, да, и лучше вот не переводить, и он не перевел, и отказал митрополит, и тот тоже обиделся. И таким образом, значит, против него уже и великий князь, и митрополит, и участь преподобного Максима Грека предрешена. Да вот еще на беду, и сам, конечно, преподобный Максим, он в каком-то смысле обострял ситуацию тем, что он, ну, слишком смело говорил, открыто говорил. Например, когда митрополит Даниил был избран, то преподобный Максим удивился, что тот поставлен без всякого, значит, благословения со стороны Константинопольского патриарха, и получается, что русские митрополиты, хотя как бы они на тот момент, в ту еще эпоху, они должны были, как вот, как митрополия в составе Константинопольской церкви, и они должны были спрашивать благословения Константинопольского патриарха, и говорят, а где же грамота? А ему говорят, что, ну вот, была вообще грамота такая, что нам дозволено самим поставлять митрополитов, вот, потом принесем, потом покажем, но так и не удалось отыскать эту грамоту, в общем, к ней так и не обратились. Но тут, братья и сестры, какая ситуация была? Дело в том, что это была эпоха такая, переходная, как раз когда вот преподобный Максим Грек находился на Руси. Почему было прервано сначала общение с Константинопольским патриархом? Потому что в 1438 году Константинопольский патриарх, он принял унию католическую, и, кстати, грек, митрополит Исидор, который был на Руси, от греков поставленный, митрополит Исидор, он тоже поехал на тот вот Ферраро-Флорентийский собор, как бы, ну, католический собор, и вместе с Константинопольским патриархом Иосифом они подписали унию с католиками, признавая в каком-то смысле даже их догматы, ну, напрямую признавая католические догматы, соответственно, Константинополь впал в ересь, и поэтому после 1438 года решено было разорвать вот общение с Константинополем, это правильное было решение, потому что оно предписано канонами и там двукратным собором, ну, разными канонами, что если епископ впадает в главной церкви в ересь, то с ним уже нельзя находиться в общении. И русские епископы в 1448 году, вот митрополит Иону, избрали вот самостоятельно и отделились, и дальше уже как бы не спрашивали благословения Константинопольского патриарха. Но дело все в том, что в Константинополе, когда турки захватили уже город, и в 1453 году был поставлен патриархом Геннадий Схалари, который уже не поддерживал унию с католиками, уже придерживаясь православного направления, и дальше Константинопольские патриархи, они были православными, они часто направляли представителей своих в Россию за пожертвованиями, русские князья им жертвовали, то есть связи были, но благословения Константинопольского патриарха уже не спрашивали, то есть некий такой вот, ну, не то что разрыв, но как бы немножко отдалились от Константинополя. И окончательно этот вопрос был решен уже к 1589 году, когда утверждено было патриаршество в России, и восточные патриархи, и Константинопольские патриархи, они благословили патриаршество на Руси, то есть уже автокефальная, самостоятельная, независимая церковь. А Максим Грек, он жил вот в этот переходный период, и когда действительно, значит, уже там православные в Константинополе патриархи, но наши остерегались входить слишком в тесные сношения и не спрашивали благословения на поставлении своего предстоятеля. И вот все такие, значит, вот споры, трения, а самое главное, то, что он не одобрял развод великого князя Василия Третьего, вот это и привело к опале, и в один момент, значит, схватили преподобного Максима Грека, заключили его вначале в Симонов монастырь, а потом в 1525 году уже судебное разбирательство, такое очень жесткое, подробное, и протоколы, они такие очень там дотошные, как приводили тех, кто в кружок к нему собирался, и как там, значит, выманивали какие-то слова, речи, к чему бы придраться, и умели в то время это делать, и с людьми особо не церемонились, и начали, в общем-то, друг на друга показывать в итоге, да, и что там и критические высказывания в адрес великого князя были, и, соответственно, вот этого Ивана Берсения Беклемишева, ему там просто голову отрубили, а тому Федору Жариному ему, значит, вырвали язык, и, в общем, ничего хорошего, а преподобного Максима Грека его особо, значит, вот, судили, то есть ему как? Его стали, а как придраться? Стали искать и нашли неверные выражения, но ведь преподобный Максим, он с греческого переводил на латинский, а те уже, значит, с латинского на русский, и придрались к тому, что он где-то вот, там какая была описка, что где сказано о вознесении Господа и о сидении Одесну и Отца, что Христос, седя Одесну и Отца, то есть воссел Одесну и Отца, у преподобного Максима получилось, что он писал, сидел Одесну и Отца, как бы в прошедшем времени, что как бы вот посидел Одесну и Отца, а потом все, и это поставили в вину, но это была ошибка из-за незнания вот еще каких-то особенностей языка или перевод, или те, кто вот записывал уже, неправильно написали, седя или сидел, да, там одну букву добавил, уже смысл поменялся. Но осуждать за это на пожизненное заключение, согласитесь, очень и очень странно. Кроме того, специально вот выискивали, ну еще что, где бы вот там, значит, что-то найти. А преподобный Максим, он же очень был образованный, и он, например, рассказывал, что какие вот ходили суеверия тоже, некоторые там лжеучители, такие вот суеверные слухи распространяли, якобы Иисус Христос, когда вознесся, то тело осталось на земле, и вот оно, ну это вот просто он как бы как такие вот анекдоты своего рода рассказал, что у тех вот лжеучителей, они считали, что Иисус Христос душой вознесся на небо, а телом ходил по земле, и вот это тело уже от зноя совсем почернело, и вот они считали, что оно где-то там ходит между гор, там, да, устрашая людей. И это ему поставили вину, якобы он так учит. Но преподобный Максим говорил, что я так не учил, я сказал, что вот некоторые лжеучителя даже так учат. Конечно же, преподобный Максим, он прекрасно знал символ веры, да, где тоже говорится о восшествии, да, что и воскресшего в третий день по писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящий одесную отца. Конечно же, преподобный Максим все это исповедовал, но никто его не слушал. То есть, его судили не для того, чтобы оправдать, а для того, чтобы в любом случае обвинить, и его обвинили. Его, значит, еще обвинили в чем? Что якобы он через турецкого посла писал султану письма, чтобы тот пошел войной на Россию. Ну, представьте, какая глупость. То есть, преподобный Максим хотел уехать вообще на Афон, просто пребывать в молитве. А зачем ему эти политические дрязги? Но дело в том, что Афон, он тоже находился как бы в юрисдикции султана, и формально преподобный Максим оставался подданным турецкого султана, и вот придрали, что он и здесь как бы, да, вот против русского царя, значит, чтобы войной пошел турецкий султан, что он специально портил русские книги, искажал и вносил всякое еретическое туда вот заблуждение, и, соответственно, решили осудить его на пожизненное заключение, на отлучение от церкви и на лишение его святых тайн христовых. И направили его специально в Иосифово-Лакаламский монастырь, где его особенно не любили, и поместили там в заключение. И это была очень тесная, сырая такая вот келья, которая задымлялась, и он кашлял от этого дыма, и там очень сумрачно, и часто он падал как омертвевший вот от условий этих жизней, потому что плохо его кормили, то есть голод, жажда, и не выпускали его в храм, и не давали ему не исповедоваться, не причащаться святых тайн христовых. Зато именно здесь ему явился ангел Божий, который сказал, «Терпи, старец, этими временными страданиями, ты избавишься от вечных мук». И преподобный Максим Грек терпел и молился, и воспел канон святому духу, причем ему ведь запретили держать бумагу, перо, чернила, соответственно. Представьте, что такое для интеллектуала, который постоянно пишет, сочиняет произведения, и ему вдруг запрещают. Но он все равно сочинил канон святому духу, и углем на стенах вот этой кельи написал канон святому духу, который сохранился до наших дней. И вот прошло шесть лет, и его повлекли на новый суд. Ну, видимо, считали, что те обвинения недостаточны, и в 1531 году опять его судили, и там говорили, что вот ты, Максим, эллинскими хитростьми писал водками на дланях своих, и простирал эти длани против великого князя и против иных, и волхвовал, то есть обвиняли его даже в колдовстве. И он, конечно же, говорил, что это не так, и что никогда не повреждал он книг, и что если какая-то оплошность, то нечаянно получилось. И он там очень смиренно просил прощения, даже делал земные поклоны перед собравшимися, вот, и его направили уже на этот раз в Тверской отрочь-монастырь под надзор святителя Акакия Тверского, который, кстати, отнесся к нему очень добродушно, и он уже позволял ему, значит, да, выходить вот из кельи, и даже сажал с собой за трапезу, угощал его, ну, относился к нему с большим таким вниманием, но разрешить причащение святых тайн не мог, потому что это было соборное решение, и преподобный Максим, он писал вот некие слова, которыми, да, ему разрешили уже там держать бумагу, перо, и вот он опять начал писать произведение, он в утешении говорил самому себе, что не скорби, не тужи, душе мое, ибо этими вот муками ты уплачиваешь весь долг, который обязан владыке своему, вот когда мы страдаем, мучаемся, да, или там нас обижает кто-то несправедливо, то давайте вот вспомним преподобного Максима Грека, который понес такие вот просто вот жуткие какие-то обвинения, совершенно несправедливые, и даже отлучен был от церкви, и томился вот в этом заключении, в голоде, в жажде, и при этом он находил в себе силу благодарить Бога, он говорил, вот радуйся, что ты сподобилась душам, самая понести такие страдания, и со временем Господь, конечно, явил ему свое утешение, и даже прямо скажу, что получилось так, что все, кто его гнали, они прожили намного меньше, да, а он в итоге, хотя страшно стесненное обстоятельство, он прожил 85 лет, для того времени это очень и очень много, и, значит, вот проходит какое-то время, потом умирает Василий III, и просит, обращается с просьбой преподобный Максим, чтобы явили ему какую-то вот милость, ну, все, значит, боятся, не хотят, потом, значит, даже когда стал новый митрополит, а митрополита Даниила, который его осудил, да, его тоже, кстати, вот сослали, изгнали с его кафедры митрополичи, в ссылку отправили, и преподобный Максим писал послание митрополиту Даниила, который тоже уже томился в другом месте, чтобы тот не держал на него никакого зла, не гневался, не враждовал, потому что преподобный Максим слышал, что до сих пор вот, ну, злобу хранит на него митрополит Даниил, и призывал вот его к такому примирению, говорил, что меня несправедливо осудили, но очень по-доброму ему писал, вот, а потом митрополит Иосаф, и пишет ему преподобный Максим Грек, а тот как отвечает, что целуем твои узы, как единого от святых, но помочь тебе ничем не можем. Ну, митрополит Иосаф, он сам достаточно недолго был, тоже его, значит, сослали, особо в то время никто ни с кем не церемонился, и потом и святитель Макари, митрополит московский, стал уже возглавлять русскую церковь, ему писал преподобный Максим Грек, чтобы позволили хотя бы причаститься к святых тайнам. Тот говорит, что не я тебя запрещал, поэтому надо вот и спрашивать у того, кто запретил. Он, преподобный Максим, пишет опять митрополиту Даниилу, чтобы тот позволил. Митрополит Даниил ему говорит, ну, ты скажешь, мол, что вот я уже под угрозой смерти, и вот в случае страха смертного, ради страха смертного, вы причастите меня. Но, говорит преподобный Максим, как же я буду обманывать, что ради страха смерти? Нет, вот я не привык обманывать, и прошу, чтобы меня вот, ну, законно разрешили причаститься. Опять пишет святителю Макарию, и в конце концов разрешает. Тринадцать лет, представляете, тринадцать лет он оставался без причащения святых тайн, и в конце концов-то ему разрешили это. Двадцать лет он находился в заточении в Тверском отрочем монастыре, и потом, значит, вот уже по просьбе троицкого игумена Артемия, который очень любил преподобного Максима, его переводят в Троице-Сергиев монастырь, где он обретает, вот, конечно, свой покой, и тут у него много таких вот исподвижников и почитателей, учеников. И, кстати, Иван Грозный, который подрос уже, он очень любил тоже преподобного Максима грека, и один раз даже посетил его, когда направлялся на богомоле в Кириллов монастырь, а преподобный Максиму ему говорит, что, конечно, вот ты дал обет посетить Кириллов монастырь, но Господу угодно, чтобы ты все-таки явил милость, ну, не столько вот этот вот паломничество, сколько бы ты явил милость вдовам, матерям, которые потеряли воинов, или сиротам тех вот погибших отцов, которые почили, ну, точнее, были убиты во время битвы за Казань, потому что во время казанского похода очень многие полегли, и остались и вдовы, и сироты, и матери, которые потеряли своих сыновей. И преподобный Максим говорит, что вот ты лучше окажи им милосердие, да, призови их в столицу, питай, поддерживай их, и вот так ты пред Богом исполнишь свой обет, еще более лучший, обет милосердия. Ну, Иван Грозный, он, значит, вот, как бы вроде бы выслушал его, но не стал так поступать, и там еще какие приходят сведения, что преподобный Максим, он как бы предостерегал, чтобы иначе будет некая опасность твоему собственному ребенку, и в итоге во время этого похода умер сын Ивана Грозного, младенец Дмитрий, то есть за то, что вот он не прислушался к слову святого. А преподобный Максим, он действительно, у него уже был дар прозорливости. И вот прошло еще сколько-то лет, и жизненный свой путь преподобный Максим Грек так и завершил в Троице-Сергиевой обители. Это 1556 год, и похоронили его прямо возле храма Святого Духа, вот как он написал канон, вот эти молитвенные песнопения Святому Духу, так его возле храма Святого Духа и похоронили. И впоследствии были некоторые такие интересные случаи, как один человек, паломник, он пришел в обитель и решил отдохнуть, он присел на надгробную плиту рядом с храмом Святого Духа. Ну и вдруг какая-то сила сбросила его с этой плиты. И он так вот удивился, спросил, а кто здесь похоронен? Ну и ему отвечают, что Максим Грек, монах, который окончил здесь свой жизненный путь. И он панихиду подслужил. А про этот случай услышал один послушник вот в монастыре, который у одного старца, одному старцу помогал, и решил на себе испытать. Ну, конечно, слишком дерзко. И в тот же день прямо вот он пошел и специально сел. На плиту, надгробную плиту преподобного Максима. И его сила такая вот отбросилась, что у него там некоторые зубы раскрошились, вот язык повредился. В общем, еле-еле он в себя пришел. И потом, когда стал он молиться пред иконой Господа, то в видение ему явился преподобный Максим Грек и сказал, зачем же ты бесчестишь меня? Разве ты не знаешь, что в этот же день, вот сегодня один человек уже так вот поступал. Ну, как бы укорил его, этого послушника, за то, что он так поступил. И вот потом он рассказывал вот этот случай. Да. А еще был случай, когда вот некий купец, который сильно разболелся в Москве. И в Москве он молился преподобному Сергию Радонежскому. И потом вот в сонном видении ему является преподобный Сергий и говорит, что вот своими грехами ты слишком вот бесчестишь Бога. Ну, купец испугался, стал просить вот помощи. И преподобный Сергий сказал, что вот будет все-таки молиться о его выздоровлении. И купец спрашивает, чем мне тебя отблагодарить? А тот отвечает, что вот мне ничего не надо, а вот какое-нибудь приношение сделай Максиму Греку. И действительно, потом, значит, он исцелился, этот купец. И он в Лавру, ну тогда еще просто монастырь, он принес два таких вот надгробных покрывала. Одно на раку преподобного Сергия Радонежского, а другой вот на могилу Максима Грека. То есть вот было такое почитание. Причем над могилой Максима Грека как раз вот устроили такую часовинку, которая примыкала к храму Святого Духа. К 20 веку она уже, конечно, не сохранилась, эта часовинка. Ну, к сожалению, не сохранилась. И потом вот в связи с этими всякими безбожными событиями место было затеряно. Но в 1996 году обрели мощи преподобного Максима Грека. И, значит, подтвердилось, что это действительно именно его святые мощи. Потом они хранились в храме Святого Духа, а ныне они пребывают в трапезном храме Свято-Троицко-Сергиевой Лавры. И все мы можем приходить к святым мощам преподобного Максима Грека, молиться ему, молиться о том, чтобы по его молитвам Господь нас просвещал, да, чтобы и у нас была вот и образованность, и просвещение ума, и просвещение сердца. Не двоеверие какое-то, а вот духовное служение Господу, и, конечно, если посещают нас какие-то скорби, невзгоды, несправедливые обвинения, то вспомним преподобного Максима Грека, помолимся ему, чтобы через него Господь и нас укреплял. Так что, братья и сестры, это такой вот святой угодник, который вместе с преподобным Сергием Радонежским предстоит Святой Троице молиться за всех нас, поэтому и его мы должны помнить. Преподобню Отче наш Максиме моли Бога о нас.